МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ток-шоу за семью печатями. Меня зовут Кристина Пугачёва. В России много нерешённых проблем. Наряду с низким уровнем жизни, высоким уровнем преступности, большое беспокойство вызывает алкоголизм, в частности, среди молодёжи. Эта проблема кажется несерьёзной, но на самом деле алкогольная зависимость – это действительно настоящая зависимость, наряду с наркоманией. Насколько же распространён алкоголь в современной молодёжной среде, чем он опасен и, главное, как бороться с алкогольной зависимостью? Сегодня разберёмся в этом с нашими экспертами. Итак, сегодня с нами психолог Светлана Шевлякова. Священник Александр Горячев, председатель Тверского товарищества «Трезвенников». Виталий Федосеев, координатор движения «Трезвичи». И нарколог Вадим Кочегуров. Для начала я задам несколько вопросов молодым людям, которые сегодня в нашей аудитории. Мне хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос, как часто вы употребляете алкогольные напитки и употребляете ли их вообще? Меня зовут Роман Гурский. Я употребляю, но очень редко. По праздникам обычно. Да, в небольших количествах бокал вина, два – это максимум. А в первый раз в жизни, когда алкоголь попробовали, помните? Ой, не помню. Не помню, честно, сейчас. Может быть, кто-то из других гостей помнит? Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я вот хочу вспомнить свое детство. Первый раз я как-то попробовал стакан пива. И вот до сих пор такое ощущение, как будто я выпил два ящика пива. Вы же тогда не знали. Вот. И с тех пор я поставил себе закон трезвости. То есть по праздникам, каким-то таким красивым праздником, ну, церковным, Новый год, день рождения. Маленьких – три стопочки. И все. Есть статистика, которая гласит, что большинство молодых людей в России попробовали алкоголь в возрасте от 12 до 18 лет. Причем целью молодые люди в опросе назвали просто желание быть как все и попробовать что-то новое. Но, как говорят, опять же, данные исследований, основную цель, которую преследуют молодые люди, выпивая, это получить удовольствие и снять нервное напряжение. У меня вопрос к психологу. Оправданно ли употребление алкоголя в качестве такого вот снятия стресса? Алкоголь является одним из методов снятия стресса, я бы так сказала. И он очень распространен именно в российском менталитете. Почему? Потому что алкоголь – это самый легкий способ снять стресс. Поэтому люди прибегают к этому методу, и он является очень распространенным. И, конечно, это является большой бедой, и потом становятся проблемы. Насколько вообще велики масштабы этой проблемы алкогольной независимости, ну вот конкретно к нашей программе, применимой среди молодежи, как читают наши эксперты? Действительно ли проблема, которую мы обсуждаем, настолько актуальная, очевидная? У нас на учете в наркологическом диспансере состоит более 22,5 тысяч людей с диагнозом «алкоголизм». И нужно сказать, что 35 с лишним процентов из этого количества – это люди молодого возраста, от 20 до 39 лет. То есть больше, чем каждый третий человек именно в таком важном, ответственном этапе жизни страдает тяжелым заболеванием. И нужно сказать, что Тверская область не самый лидер среди других регионов России, мы находимся где-то в середнячках, но действительно проблема все равно сама говорит за себя. Такое количество людей большое, количество алкогольных психозов в нашей области выше, чем в среднем по Российской Федерации. К сожалению, количество ребят, которые начинают употреблять спиртные напитки в подростковом возрасте, остается на одинаковом уровне, эта цифра не снижается. Поэтому я думаю, что тема, которую мы сегодня подняли, она достаточно актуальна. Это связано с чем? Почему именно вот эта вот такая категория подростков пробует алкоголь и находит какой-то выход в нем? Ну, мне кажется, здесь две причины. Причина первая – это такая причина внешняя. Это то, что сегодня подросткам бивает в голову, что они абсолютно равны в правах со взрослыми людьми. Равны и свободны, да? Да, вы свободны выбирать любой способ жизни, вы свободны выбирать свою жизнь. И поэтому вот это очень серьезная мина, которая подложена под сознанием молодых людей. Они еще мало чего могут выбирать и мало чего умеют. Но когда им говорят, что вы имеете право и можете, то, естественно, они стараются быть взрослее. А для того, чтобы быть взрослее, есть два способа. Это взять сигарету и взять банку с пивом. И еще есть вторая проблема, о которой, наверное, мы сегодня все равно так или иначе заговорим. Алкоголизация начинается не с водки и не с вина. Алкоголизация сегодня начинается с энергетических напитков. И когда ребенок в 12, в 13 или в 10 лет пробует нечто сладенькое, а потом у него начинает шуметь голова, и он получает какую-то или эйфорию, или наоборот, там у него реакция организма такая на отрицание идет. Но ребенок вначале привыкает к чему-то сладкому, что приводит еще его и в определенное иступление умственное и духовное. Вот две проблемы, которые сегодня, на мой взгляд, самые главные. И если мы их не решим, да, вот запрет энергетических напитков, и поставить на место подростков какие-то должны быть грани, что есть возрастные критерии, вот психолог знает, что такое есть возрастная психология, что мы сегодня пытаемся людей с неокрепшей психикой поставить на уровень взрослого человека. Вот, на мой взгляд, это две основных проблемы. Я бы хотела сказать еще о внутренней, вот говорили о внешних причинах, я бы как психолог сказала о внутренней причине. Представьте себе, что рождается ребенок, и уже первое его восприятие мира под звон бокалов происходит, да, родители отмечают его рождение. То есть я хочу обратить внимание, что вообще это дурное воспитание, это модель воспитания. То есть ребенку говорят, что это плохо, это нехорошо, пить нельзя, но родители при этом это делают. И ребенок понимает, что пить нельзя только маленьким. А когда ты станешь взрослым, то это уже разрешается. То есть посмотрите, ребенок с детства получает модель поведения. Это просто привычка, это просто стиль жизни. И некоторым, когда говорят, что пить, вот даже ребята говорят, вот я не хочу пить, но это же надо, это же стиль жизни, потому что все вокруг это делают. То есть это, во-первых, внутренняя причина, это модель поведения, это такая жизнь, так должно быть, это как априори. Потом, когда это становится проблемой, вдруг все говорят, ой, как это плохо, но это же уже заложено, и в модели мира это заложено. И для того, чтобы это убрать, а психика это очень модель мира, это в психике такое структурное образование, оно очень сложное. Нужно очень много приложить усилий, чтобы человек именно отказался, но человек отказывается внутренне. Для этого должен быть интеллект у человека, он должен осознать, проанализировать, он должен принять для себя, вот как молодой человек, я пью три рюмки и больше ничего. Но в основном это происходит редко, в основном общество, или родители, или школа, или, допустим, другие организации говорят, это плохо, ты этого не делай. Но он внутренне этому сопротивляется, потому что он не может понять, а почему этого не делать, это же все делают. Поэтому это внутренняя причина, это одна внутренняя причина, а вторая, это зависимость, она всегда связана со слабостью человека, внутренней неспособностью чему-то противостоять. И поэтому и называется зависимость. Поэтому когда у человека происходят какие-то сложности, а их в жизни очень много, и у каждого разная степень сложности бывает, то человек сразу, как только что-то произошло, плохое, он начинает утешение искать, хорошее, он начинает радость свою таким образом высказывать, у человека наступает скука, он тоже пытается скуку подавить, он стоит, то есть это способ жизни, это внутренний способ жизни. Получается, что в целом вот эти внутренние причины все равно обусловлены внешними, да, или нет. Может ли вообще быть такое, вот есть еще такое мнение, что у человека могут быть гены, склонные к алкоголизму, мог есть, это правомерно такое заявление или нет? Да, как бы подытожить высказывание других экспертов и сказать то, что современная медицина смотрит на алкогольную зависимость, как на болезни, которая вызывается целым комплексом факторов. Это и биологические факторы, это как раз наследственность, которая достается нам от наших родителей. Но нужно пояснить, что нету прямо пропорциональной зависимости от того, что если родители выпивали, ребенок будет 100% алкоголиком. Нет. Но считается, что он во много раз больше рискует стать алкоголиком в своей жизни, если будет выпивать. Наследуется только предрасположенность. Поэтому если человек в течение своей жизни находится на дистанции от алкоголя, то тогда он, соответственно, не будет алкоголиком никогда. Плохое состояние здоровья нашей нервной системы тоже повышает риск того, что человек, столкнувшись с алкоголем, в конечном итоге заработает себе зависимость. И, конечно, большое значение имеют и психологические факторы. Это особенности характера человека, особенности его поведения в трудной ситуации, в ситуации разочарования, неуспеха. Это навыки, которые как раз человек приобретает в процессе воспитания в подростковом возрасте, во взрослой жизни. И подростки в этой ситуации находятся в группе риска, потому что они часто не имеют еще за плечами большого опыта, как справляться с трудными ситуациями. У них очень часто имеются трудности в общении с другими людьми, в получении поддержки у них. И существует целый комплекс типичных подростковых психологических особенностей. Противопоставить себя взрослому миру, показать, что я действительно взрослый, и перенести на себя признаки взрослого поведения. Конечно, сигареты и бутылка пива – это самый простой способ показать себя взрослым. Иногда это и способ найти друзей, если можно так назвать. К сожалению, когда не получается найти друзей другими способами, люди находят такой вариант. Возможно, что это выход из чего-то проблемного. То есть всегда проблемы с алкоголем – это всегда вершины айсберга. За ним стоит комплекс очень серьезных проблем со здоровьем, с психологическим благополучием человека. И, конечно, еще важный момент – это та среда, в которой живет человек, те обычаи, которые приняты в семье, в обществе. Но надо понимать, что те традиции, которые существуют, не обязательно является внутренней установкой человека. Он в процессе своей жизни какие-то традиции себе прививает, от каких-то отказывается. У каждого из нас есть шанс сформировать свою точку зрения на проблему, допустим, алкоголя, и жить в соответствии с ней. Средство массовой информации тоже очень большое значение имеет, делая акцент на тех или иных аспектах проблемы, связанных с алкоголем. И, к сожалению, очень часто по телевизору мы видим какое-то снисходительное отношение к этой проблеме, оправдывание того, что человек выпил. А в некоторых случаях и скрытая реклама. Да, ситуация получается не самая простая. Казалось бы, те же самые СМИ, которые, в принципе, должны наоборот нести что-то человеку хорошее, иногда не на тот путь его пытаются наставить. Виталий, вы как координатор проекта, который направлен все-таки на поддержание трезвого образа жизни, то есть чего-то такого хорошего для будущего молодежи. Как думаете, если ситуация сейчас не изменится, как она может повлиять на молодых людей, вообще на наше общество? Ну, сама по себе ситуация не изменится, ее нужно менять. Поэтому, в принципе, мы, наверное, здесь и собрались все, для того, чтобы как-то попытаться изменить ситуацию в обществе, в городе, скажем так. И вот наше движение предпринимает эти попытки. Ну, вот, например, мы сейчас говорим о зависимости от алкоголя, а есть еще зависимость от наркотиков. Зачастую они скриптаются. Конечно. Может быть, вот мы сейчас в последнее время столкнулись с такой проблемой, что некоторые подростки, да, даже, может быть, еще не попробовав алкоголя, уже подсаживаются на наркотики. Вот. И, в принципе, наше движение поставило перед собой задачу с этим побороться. По крайней мере, мы стираем со стен нашего города рекламу этих наркотиков, тем самым, да, вот, делая, пытаясь что-то сделать. Если мы будем предпринимать подобные действия на разных направлениях, на разных фронтах, да, та же борьба с табакокурением, с... вот сейчас очень такое приятное наблюдение можно делать, да, что вокруг школ в радиусе 100 метров не продают сигареты, да. Вот. Это же ведь, вот, наверное, первые шажки, которые может сделать человек, ребенок, подросток, да, в направлении к алкогольной зависимости или какой-то еще другой. Безусловно, да. Да, вот. Мы это видим, что прогресс имеется. Но сидеть сложа руки и ждать чего-то, что все наше, там, руководство страны, там, все сделает, да, наверное, неправильно. Нужно сделать. Да, я с вами абсолютно согласна, и никто, я думаю, спорить не будет, что с проблемой действительно бороться нужно. Итак, вместе с нашими экспертами мы сейчас выяснили, что проблема алкоголизма в молодежной среде – это зачастую лишь верхушка большого айсберга, где внизу гораздо более глубокие и зачастую неявные причины, психологические или социальные. Одно ясно, что проблема алкоголизма есть, и с ней можно и нужно бороться. Как продолжим дальше обсуждать в нашей студии. Итак, как мы уже сказали, причины могут быть разными, внутренними, внешними, они могут работать в комплексе. Как же бороться с проблемой алкогольной зависимости? Может быть, в каждой отдельно взятой семье, где есть эта проблема? Либо как-то на более глобальном уровне? И какой из методов самый действенный, на взгляд наших экспертов? Конечно, работа должна проводиться и на государственном уровне, и на уровне каждого человека в отдельности или группы людей. И самыми действенными все-таки являются меры государственной политики. И проводились многочисленные исследования, которые показывают, что самый эффективный результат мы получим тогда, когда государство контролирует процесс изготовления спиртной продукции и продажи, когда есть ограничение времени, места продажи, есть возрастной ценз, и когда цена алкоголя достаточно высока. У нас есть на эту тему мнение из зала. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Денис. И хотелось бы сказать про контроль государства. Я считаю, что государство не может контролировать данную деятельность, потому что если, например, сделать временное ограничение, как это сделали сейчас, если человек хочет выпить, он пойдет в более дальний магазин, купит там алкоголь, даже пусть дороже, или просто он купит это заранее. А что касается контроля родителей, как считаю лично я, мне родители никогда не запрещали, ну, даже выпить, например, вместе с ними в праздник. Но при этом я до 18 лет сам по своему желанию не употреблял алкоголь. Но я тоже попробовал его достаточно в раннем возрасте, мне просто этот эффект не понравился. Ну, здесь, наверное, 50 на 50 как повезет, понравится или нет. Замечательно похвально, что вам не понравился алкоголь, но, наверное, ситуации-то разные бывают, и тут сложно как-то предугадать, действительно ли родительский категоричный запрет может как-то спровоцировать, да наоборот, как запретный плод, желание попробовать его. Ну, запреты, они всегда провоцируют обратное поведение, поэтому вы задавали мне вопрос, каким образом оказывает влияние. То есть влияние можно оказывать несколькими путями, в зависимости от того, какая личность перед нами. Она еще не зрелая в подростковом возрасте. Психологи рекомендуют, что обязательно нужно показывать и рассказывать ребенку о влиянии алкоголя на его личный, его конкретный организм. И тогда это возымеет силу. Но нужно еще понимать, какие ценности заложены в этого ребенка. И поэтому вот сейчас, как я могу сказать, свой опыт, я работаю в образовательном учреждении и постоянно контактирую с молодыми людьми, я вижу, что вот такое понятие ценности, как свое личное здоровье, самоценности, ее просто нет. А они делают это, потому что делают. Они даже не задумываются потом, что с ними будет происходить. Поэтому психолог всегда конкретно разбирает конкретные случаи, он общается с конкретным человеком, подростком, и он выясняет, что в нем не так, что случилось. Если мы посмотрим, что делает власть, то там, к счастью, подвижки есть. То есть власть реорганизует нашу наркологическую службу, вкладывает туда огромные деньги, создаются психологические службы, открываются реабилитационные койки. Очень много сейчас проектов, которые в целом направлены на здоровый образ жизни. Да, мы с вами сейчас проводим передачу, говорим о здоровом образе жизни. Как раз власть делает, что делают сами родители. Где мы видим инициативу на местах? Где мы видим демонстрации, ходящие по городу Твери сутками и призывающие к тому, чтобы были закрыты пивные ларьки, чтобы было ограничение продажи табака? Этого нет. И поэтому, сколько бы умные дяди и тети не философствовали, не рассуждали, не придумывали какие-либо технологии, как можно достучаться до ребенка, пока мы сами, взрослые люди, не возьмем инициативу в свои руки, как мы можем это перекладывать на подростков? У нас в гостях есть школьник. Сейчас мы говорили много об ответственности взрослых, но я знаю, что и он сам делает достаточно много. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, расскажи о своем проекте. Я вот чуть-чуть совсем о нем знаю. Здравствуйте, меня зовут Костя. Проект называется «Трезвые родители, здоровые дети». Что делаем мы? Это как бы собираемся, ходим по улице и предлагаем молодым людям, девушкам, мужчинам, мамам с пивом, сидящим на площадках, в общественных местах, обменять пиво на шоколадку. Вы это вот ребята или взрослые тоже с вами ходит кто-то? Мы в интернете объявили, и возрастных ограничений нет. Кто хочет, что-то приходит. Любой желающий волонтер может присоединиться. Да. Как люди реагируют на это? Есть очень такие позитивные реакции, когда да, да, конечно, молодцы ребята. Иногда реакция идет негативно, но когда реакция негативная, нам говорят, идите гуляйте, мы уже говорим, что это запрещено. Вообще законно. Пить в общественных местах. Спасибо. Ну, как мы уже сказали, бороться нужно на разных фронтах, по всем направлениям. Хотелось бы такой краткий итог подвести. Еще раз сказать о том, что на каком-то личном уровне, личностном должны делать и взрослые, и дети. И что вот в силах наших, как мы сказали, что уже есть государственные, национальные проекты по борьбе с алкоголизмом, приобщению молодежи к трезвому, здоровому образу жизни. Что вот мы здесь можем сделать, здесь и сейчас? Я думаю, что можно начинать с детского сада. Не обязательно говорить о том, что алкоголь – это яд. Можно просто прививать навыки общения, разрешение каких-либо конфликтных ситуаций. В игровой форме моделировать какие-то жизненные ситуации, в которых ребенок сможет найти различные варианты поведения и потом во взрослой жизни их повторить. В школе это тоже, опять же, работа с теми психологическими факторами, которые могут привести к развитию алкоголизма. Добрый день, меня зовут Шишков Евгений, я инициатор в Турской области по сбору подписей о принятии закона запрета слабоалкогольных и ограничения безалкогольных напитков в Турской области. Ряд регионов уже давно-давно приняли данные законы. У нас на данный момент они свободно продаются. Есть онлайн-петиция, есть письменные, в бумажном виде обращения. Я езжу по организациям, по директорам школ, по влиятельным людям Твери. Они подписывают с удовольствием. Подписались и депутаты Госдумы, и местные депутаты, и президенты Федерации спортивных. Планируем в конце сентября, начале октября данное обращение передать в ЗАГС собрание. Уже есть и законопроект, и пояснительная записка. Почему на данный момент в нашу область до сих пор это не принято, остается загадкой. Мне хотелось бы, чтобы наши эксперты буквально в нескольких фразах подвели итог, что же нам все равно еще нужно делать. Я думаю, прежде всего, не бояться обращаться за медицинской помощью. Когда возникают проблемы с алкоголем, люди стесняются этих проблем. Они боятся сказать о них вслух, боятся о том, что узнают об этих проблемах соседи, другие люди. Хотя очень часто это так. Есть иллюзия, что об этом никто не знает, если я молчу. И надо понимать, что если вы обращаетесь к наркологу, это помощь конфиденциальная. Существует гарантия врачебной тайны. Информация о том, что человек обратится к специалисту, не распространяется третьим лицам, по месту работы полиции и так далее. Это все запрещено законом. Поэтому очень важно обратиться за помощью как можно раньше. Если человек обращается в начале развития заболевания, то результат достаточно хороший. Есть гарантия того, что человек расправится со своей проблемой. Если тянуть и обращаться уже тогда, когда разрушены и психическое, и физическое здоровье, то тогда, конечно, болезни навряд ли отступят. Потребуется колоссальное усилие и врача, и самого пациента, и близких, чтобы как-то изменить ситуацию. Чтобы распознать вот эти тревожные звоночки взрослым, как нужно, каким нужно быть вообще, на что нужно обращать внимание. Мне кажется, это элементарно, потому что видно, когда подросток или ребенок, или еще какой-то молодой человек, он все чаще и чаще употребляет, находится в состоянии опьянения алкогольного или наркотического, нужно, конечно, обязательно общаться. Если видеть, нужно бить тревогу и обязательно разговаривать и говорить. И если родитель понимает, что он не может достучаться до своего ребенка, ему, конечно, нужно идти к специалисту. Обязательно к психологу обращаться, общаться с психологом, и, конечно, обращаться к наркологу, в наркологическую службу. Потому что у психолога ограничены возможности. Он может только на психологическом уровне обратить внимание, вытащить эту проблему, показать ее подростку. И сказать, вот что происходит, ты можешь этого избежать. Но есть такой уровень, когда уже психологической помощи недостаточно. Когда это уже на уровне психофизиологии есть, то тогда только наркология может помочь человеку выйти из этого состояния. Мы, наверное, прежде всего должны подумать, какую мы нравственность сегодня в обществе имеем и какую нравственность мы передаем своему подрастающему поколению. Если мы эту составляющую не будем учитывать, то сколько мы бы ни пугали. Вспомним себя молодыми. Нас тоже могли пугать чем угодно, нам это не было страшно. Ведь вопрос не в том, что спотыкаются они сегодня или не спотыкаются, а вопрос в том, какая платформа у них нравственная. Как они переживут вот этот свой период молодежный, детский, подростковый. На что мы их сориентируем. Вот что главное. Да, мы будем говорить вредно, пить, да, алкоголь, это состоит из того-то, из того-то, из того-то. А нет ориентира нравственного. Можно попробовать на себе испытать такой вот девиз, лозунг, пословицу, поговорку. Трезвость – выбор сильных. Вот попробовать на себе его как-нибудь испытать, отказавшись от спиртного. И проанализировать, что происходит внутри. Вот, то есть, я выбираю, что я буду трезвым. И я отказываюсь от спиртного. Я хочу сохранить свою мысль четкой, ясной, понятной. Я делаю этот выбор осознанно. Ну, это как бы вот внутренняя такая, да, вот, не знаю, мотивация. Действительно, алкоголь разрушает не только наше тело, но и душу. Как говорил Лев Толстой, пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении. Молодость – это период, как раз-таки, когда формируется душа и нравственность у человека, когда формируется его дальнейший образ жизни. И то, каким будет молодой человек, каким он пойдет по этому пути, зависит от окружающих его взрослых, в первую очередь от родителей. Поэтому помнить о том, что эта ответственность лежит на плечах каждого из нас, мы должны всегда.